МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире информационная программа Республика в студии Юлия Важенина о главных новостях Чувашии прямо сейчас. Вирус отступает. Обстановка по заболеваемости COVID-19 в Республике стабилизируется. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА За особую творческую устремленность сегодня в Доме правительства отличники учебы, победители Олимпиад и волонтеры получили свидетельство на получение стипендии главы Чувашской Республики. Есть, чтобы жить на базе столичной школы номер 59, состоялся очередной челлендж в рамках проекта «Здоровое питание глазами школьников». МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Обстановка по коронавирусу в Республике стабилизируется. Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения в Чувашии ниже, чем в среднем по России в 1,7 раза. Количество пустых коек в больницах увеличивается. Об этом говорили на заседании оперативного штаба. Для больных коронавирусом и пациентов с подозрением на него в больницах Республики развернуто 3015 коек. Процент свободного коечного фонда составляет 36,7. Канарскую центральную районную больницу выводят из статуса ковид-госпиталя. Предлагается проведение семинаров с персоналом медицинских организаций, создание запаса лекарственных средств, средств индивидуальной защиты, диагностика инфекции. Также необходимо принять, организовать и начать массовую вакцинацию против ковида. На следующей неделе ожидается поступление более 17 тысяч доз вакцины. В феврале – более 27 тысяч. В республике работают 33 пункта вакцинации от коронавирусной инфекции. Дополнительные планируется разместить в крупных торговых центрах столицы. Практика имеется, соответственно, будут предъявлены все условия, которые необходимы для осуществления вакцинации в торговых центрах, соответственно, тем самым мы увеличим охват вакцинированных. Более того, есть вакцины, которые, условия хранения, которые будут ставить 2-8 градусов, то есть уже не минус 18, более мягкие условия хранения и транспортировки. Создание пунктов вакцинации в торговых центрах поможет обеспечить доступность вакцины для каждого. Для этих целей можно использовать и передвижные фельдшерско-акушерские пункты. С одной стороны, на их базе вакцинировать те населенные пункты, которые находятся на удалении, ну и в целом по практике других городов можно их использовать и в местах таких массового прохождения людей, и в городской территории. Записаться на вакцинацию можно по номеру 122 через портал госуслуг, в регистратуре поликлиники и на приеме у врача. Инесса Потапова, Юрий Марков, Республика. Современная медицина развивается, и теперь многие заболевания, которые раньше считались неизлечимыми, успешно поддаются коррекции терапии. Но в мире и сейчас существует целый ряд болезней, сложно поддающихся лечению. Многие из них встречаются редко. Как обстоят в Республике дела с лечением подобных заболеваний у детей, обсудили на заседании комиссии по социальной политике, здравоохранению и здоровому образу жизни общественного совета при главе Чувашской Республики. Сегодня в Чувашии редкими заболеваниями страдает 91 человек. 68 из них – дети. Половина из них обеспечены дорогостоящим лечением в амбулаторных условиях. Остальные 34 ребенка на сегодняшний момент – это в основном нарушение обмена галактозы, незавершенный остеокинез. На сегодняшний момент, если вы знаете, что нет разработанной базисной терапии, они получают симптоматическую терапию по всем нашим рекомендациям медицинских организаций. Всего в 2020 году пациенты, страдающие редкими заболеваниями, получили лекарственные препараты на общую сумму около 286 миллионов рублей. Почти все они ушли на детей. В Чувашской Республике достаточно большое количество детей, страдающие редкими орфанными заболеваниями. И правительством Чувашской Республики проводится много мероприятий совместно с медицинскими работниками по оздоровлению этих детей и по выделению средств на приобретение лекарственных препаратов. Сейчас продолжаются закупки этих препаратов, идут закупочные процедуры. Из республиканского бюджета будет выделено северное месяце более 70 миллионов рублей. Отдельная тема – лекарственное обеспечение детей с диагнозом спинальная мышечная атрофия. В регионе 18 детей страдают этим недугом. И лечится он порой одним уколом стоимости несколько миллионов рублей. Все мы – свидетели того, как родители собирают средства на них. В стране создан отдельный фонд «Круг добра», который будет помогать семьям. Где есть такие дети? В прошлом году в республике на закупку препаратов для лечения болезни было потрачено почти 244 миллиона рублей. С этого года меняются условия выхода на пенсию, упрощен и порядок ее назначения. Каким изменениям готовятся, рассказали в отделении Пенсионного фонда России по Чувашии. Традиционно с 1 января проиндексированы пенсии неработающих пенсионеров. В этом году они выросли на 6,3%. Средний размер такой пенсии увеличился на 930 рублей. Теперь она составляет 16 309 рублей. Если отнести к величине прожиточного минимума пенсионера, который на данный момент утвержден за третий квартал 2020 года, это составляет более чем в два раза. Превышает размер прожиточного минимума пенсионера. Ожидается повышение выплат по государственному пенсионному обеспечению. Такая индексация должна проводиться с учетом темпов роста величины прожиточного минимума пенсионера. Ежегодно она проводится с 1 апреля. В республике выплаты получают 26 100 человек. В большинстве своем это получатели социальных пенсий, инвалиды, участники войны. Также с 1 августа будут пересчитаны пенсии у работающих пенсионеров. У нас в настоящее время, по данным отчетности, на конец 2020 года 66 тысяч граждан являются работающими пенсионерами. В целом, независимо от того, если в течение 2020 года гражданин работал, может быть, он и уволился раньше, чем декабрь месяц, но у этих граждан будет пересчет пенсии. В прошлом году мы сделали более 82 тысячам работающим граждан такой пересчет. С этого года досрочно выйти на пенсию смогут женщины в возрасте 56 лет, те, кто имеет четырех детей, причем они должны быть старше восьми лет. Для назначения пенсии необходимо иметь 12 лет страхового стажа и пенсионный коэффициент 21%. Такие уже условия и для получения накопительной пенсии. Ее могут получить женщины по достижению 55 лет, мужчины 60 лет, досрочники сразу после выработки требуемого стажа. На пресс-конференции отметили и работу средств массовой информации в области пенсионного законодательства. Награждена и национальная телерадиокомпания «Чувашия» за лучшее освещение этой тематики. Юлия Важенина, Регина Кубайкина, Павел Иритков, Республика. Как улучшить жилищные условия особым категориям граждан обсудили представители сразу двух ведомств – Минсельхоза и Минстроя. В прямом эфире ВКонтакте приняли участие и Банки Республики. Жители смогли получить ответы на интересующие их вопросы. В прошлом году в Республике начала действовать новая форма поддержки – сельская ипотека. По статистике уже 755 семей получили кредит на общую сумму более миллиарда рублей. Из них половина – молодые люди до 35 лет. Активно оформляют в «Чувашии» и ипотечные кредиты по программам господдержки и ипотека для молодой семьи. Бюджет «Чувашии» поддержал 340 молодых семей на сумму почти 300 миллионов рублей. Всего каждая в среднем получила до 900 тысяч рублей. В этом году планируется поддержать вдвое больше. Будет увеличена поддержка и многодетным семьям с пятью и более детьми. Вся адресная поддержка государственного улучшения жизненных условий оказывается на принципах адресности и нуждаемости. Различные категории граждан сегодня получают поддержку либо в денежной форме, либо в натуральной форме. Обязательства, которые приняла на себя Чувашская республика, финансируются только за счет средств республиканского бюджета. Это многодетные семьи, которые воспитывают пять и более несовершеннолетних детей. Таких семей у нас сегодня в очереди стоит 444 семьи. Общее количество семей, которые в прошлом году улучшили жизненные условия, это 19. В этом году планируем показать финансовую поддержку уже 33 многодетным семьям на общую сумму 110 миллионов рублей. Печальная новость ушел из жизни Петр Теплов, ветеран Великой Отечественной войны. Много лет он неизменно принимал участие в торжественных мероприятиях Дня Победы, вел активную работу в Республиканском Совете Ветеранов. В Чубаксарах Петра Николаевича знали и уважали многие. Знакомством с ним гордимся и мы. Петр Николаевич Теплов окончил школу в июне 1941-го и сразу же ушел на фронт. Прошел всю войну связистом, награжден тремя орденами Красной Звезды и другими наградами. Кабель не хватает, оттуда чаешь, оттуда чаешь, бомбу сорвала, ели с наряд. Несколько кусков, собираешь, собираешь и не хватает, не хватает кабеля. Вот чаешь, чаешь, оттуда чаешь, отсюда и зубами держал. Он был героем многих сюжетов национального телевидения Чувашии. В свои 97 лет сохранил военную выправку. Он был очень интересным собеседником. В музее боевой славы часто встречался со школьниками и студентами. Это одна из таких встреч. Петр Николаевич стал героем нашего ролика о Великой Отечественной войне. Мы всегда будем вспоминать его с искренним уважением и восхищением. Узнать свежие новости университета, найти корпуса, познакомиться с расписанием. Всю эту информацию студенты и преподаватели могут получить прямо на телефон или планшет. В ЧГУ имени Ульянова разработали официальное приложение для мобильных устройств. Оказывается, любовь к смартфону вполне можно соединить и с чтением. Студенты ЧГУ разработали литературное приложение «Элитплей». Школьникам и вообще студентам проще сидеть в телефонах и не читать книги совсем. Соответственно, мы хотим соединить эти два аспекта и чтобы человек сидел и в телефоне, и одновременно читал. Потому что мобильные приложения это распространено довольно-таки. И как раз мы соединим. Человек будет играть и одновременно читать. Мы уже создали прототип, чат-бот в Телеграме и планируем создать уже в ближайшем времени само мобильное приложение. В ходе чтения произведения необходимо отвечать на вопросы игры. Если ответ неправильный, то приходится отступать на шаг назад. Преподаватели поддержали эту идею и помогли с разработкой. Это полезно и интересно не только школьникам. Это имеет и образовательную цель, и воспитательную цель, и позволяет в новом цифровом формате осваивать классическую литературу. В программе уже можно прочитать произведения Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита». В ближайших планах загрузка на платформу произведений Льва Толстого и рассказов чувашских писателей. Ольга Семенова, Алексей Изотиков, Георгий Кривошейн, Республика. За особую творческую устремленность сегодня в Доме правительства отличникам учебы, победителям Олимпиад и волонтерам торжественно вручили свидетельство на получение стипендии главы Чувашской Республики. Самые целеустремленные, творческие и энергичные. Именно такие школьники, студенты и молодые специалисты ежегодно получают денежное поощрение от главы республики. В этом году лауреатами стали почти тысячи человек. Это такая молодежь, которая находится в поиске, которая очень любопытна и которая постоянно стремится узнать что-то новое. Я желаю, чтобы вы оставались ровно такими же и никогда не успокаивались. Тем более, те изменения, которые сейчас происходят в жизни, требуют только такого подхода. Молодые люди ведут активную деятельность в различных сферах жизни. Среди стипендиатов – активисты научных сообществ, победители региональных, всероссийских и международных конкурсов, волонтеры-медики. Этот год пришелся тяжелым для нашего движения. Мы помогали пожилым людям, доставляли продукты, медикаменты, обзванивали, спрашивали, что им нужно. Я очень рада, счастлива, что наш труд был замечен, и мой в том числе, что я попала в списки тех, кто получает данную стипендию в этом году. Это очень большой стимул для развития. Я получила эту стипендию во второй раз. Я являюсь волонтером волонтерского центра Чуварского государственного университета. И как бы это мое начало всего этого пути. Хочется сказать большое спасибо за возможность дальше развиваться, за возможность ставить цели на будущее. Юноши и девушки будут получать по 1830 рублей ежемесячно. Напомним, в порядок назначения внесены изменения. С этого года стипендию можно получать повторно. Расширены и категории получателей. В рамках проекта «Здоровое питание глазами школьников» состоялся очередной челлендж «Завтрак с победителем». На этот раз любимыми рецептами завтраков поделились юные спортсмены. Хоккеист Максим Архипов, гимнастка Екатерина Михайлова и самбист Лина Изоркина. Спортсмены знают, что достижение высоких результатов складывается из двух основных составляющих. Это упорные систематические тренировки и правильное питание, подобранное с учетом специфики вида спорта. Важность сбалансированного питания для спортсмена сложно переоценить. Я спортсменка, и мне нужно питаться пять раз в день, можно шесть. И именно поэтому ингредиенты одни и те же, просто все разные блюда, потому что может надоесть одно и то же. Я иногда творог использую для приготовления, ну, разная каша, крупы, яичницы. То есть, ну, вот, что связано с белком, это, ну, грубо говоря, прежде всего, как каша. Потому что белок – это начало дня. Учащиеся третьих классов 59-й школы так увлеклись проектом, что создали целые кулинарные книги о вкусных традициях в своих семьях. Классы объединяются, обсуждают вопросы здорового питания. Все это, конечно же, идет на руку для того, чтобы наши дети росли здоровыми, успешными, добивались новых результатов. Школьный проект имеет хорошие перспективы. Можно устроить битву на ножах между школами, почему бы и нет. Было бы интересно, если бы проявили интересы и наши кулинарные, так скажем, маститые шеф-повара, да, и было бы, я думаю, что если это будет дальше развиваться, то на самом деле можно привлечь интересных взрослых, которые тоже дадут немножко другие нюансы, изюминку вот этому проекту. Поэтому я думаю, что у проекта огромное будущее. Хорошо, когда традиции закладываются с детства. Тогда появляется уверенность, что они будут жить долго. Екатерина Шиверова, Павел Иритков, Республика. В эти выходные главным центром притяжения для жителей Чебоксар станет река Волга. На территории речного порта пройдет третий этап Кубка России по ледовым автогонкам. Для участия в соревнованиях заявлены спортсмены из 13 городов страны. Мероприятие соберет большое количество любителей экстремального спорта. А как вообще намерены провести зимние выходные жители Чебоксар, поинтересовалась наша съемочная группа. На концерт пойдем. Замечаю. Это какой концерт, расскажите? Морская эстрада. С работы билеты выделили. Пойду на футбол, качаться буду. Дома сидеть. Отдыхать. У меня выходной. Законный. Я каждый день совершаю прогулку. Где-то полтора-два часа. Наверное, и воскресенье так же. Остальное домашние дела. Вот сейчас многие приглашают на какие-то политические акции участвовать. Вы вообще соглашаетесь, как правило, или нет? Я не одобряю эти акции. Не хожу. Спасибо большое. Я считаю, надо мирным путем договариваться надо, а не воевать. Я сегодня вечером на рыбалку уезжаю, поэтому завтра, наверное, к вечеру только домой вернусь, к семье. Отлично. Еще вопрос. Она вас приглашает к этой части. Какие-то политические акции, возможно, или еще не соглашаются о правильной лиге? Слушайте, ну нужно понимать, что за политическая акция в первую очередь, да, и какой смысл и посыл она несет. Но, в принципе, на данный момент, ну как бы нет, у меня нет времени этим заниматься. Если, конечно, какие-то мероприятия, которые город проводит, празднования, но сейчас пандемии таких нет. А мне вообще нравится 1 мая, если честно. Парад, классный парад. А пока не наступили первомайские праздники, можно с пользой провести время на природе или посетить спортивное мероприятие. В субботу на базе Центра развития маунтинбайка пройдут чемпионаты первенства Чувашской республики по фитнес-аэробике. Соревнования начнутся в 8 утра в спортивной школе Олимпийского резерва номер 7 в Чебоксарах. В субботу же в театре кукол состоится спектакль «Три толстяка». Начало в 10.30 и в 13.00. В театре «Станиславский.ком» пройдет комедия «Примадонны». Начало в 19.00. Ольга Алексеева, Дмитрий Салманов, Республика. Это были главные новости пятницы 22 января. А я с вами прощаюсь. Хороших вам выходных.